друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят давайте с вами обсудим сегодняшний киношедевр уралки и сарафана продолжение часть 2 ребят мне некоторые пишут кто-то в личку пишет кто-то пишет мне на ютубе по поводу того что мало стало роликов на уралочку я сразу говорила что летом обратите внимание да если так у меня всегда стабильно 8 или 9 даже обзоров каждый божий день то сейчас у меня как правило обзоров по 6 потому что лето жара мы сейчас живем за городом ходим купаться на море по два по три раза в день то есть у нас такие кайфушечки здесь погода просто прекрасная ну по крайней мере я вот да и вот только-только ну пару часов назад пришли искупались так классно так хорошо и конечно же естественно хочется отдыхать больше больше находиться семьей и так далее тем более есть такая возможность поэтому друзья мои поэтому надо немножко я урезаю все свои ролики то есть там где у меня было по три на уралку по три на поберуху у меня сейчас становится поменьше да сейчас у нас с вами второй ролик на уралочку но ничего мы с вами обязательно все как говорится восполним ну что ребятки сегодняшние дачные работы как сказала уралочка в своем ролике продолжаются вы знаете мне очень понравился момент как уралочка решила показать показать как она сегодня пахала уралка вообще молодец ой я спросила у сафартика сафартик а хочешь я тебе помогу а может мне сделать это а может мне полить вот это а сафартик может мне пойти вот туда и сделать вот это ребят вот скажите пожалуйста вы вот так вот делаете я думаю нет а каждый из нас взрослый человек берет да хватается за какое-то дело и начинает что-то делать понимаете я думаю все прекрасно понимают кстати ребята поздравьте меня в этом году я впервые посадила лючок сказал сарафан сарафан физкульт привет знаю слушаешь меня да лючок я посадила лук правда ребят посадила первый раз никогда у нас же никогда не было никаких ни садов ни огородов нет ну как бы участки понятное дело да но так чтобы огородов у нас точно никогда не было но в любом случае посадила лючок лючок у меня уже такой знаете большенький вот не знаю что из этого получится но я уже вижу вижу уже плоды своего труда правда мне помогал муж но в любом случае как говорится да каждый занимался своим делом ну да ладно в огороднике я собственно не стремлюсь так просто знаете для души у нас там и так полным-полно всего и растений и деревьев и кустов и всего на свете короче красота ляпота как бы как было бы сказано да ну далее далее друзья мои уралочка сидит на в домике на домике на на в домике да в домике не на крыше дома а то бы она его развалила этот дачный домик я думаю все прекрасно понимают сидит и говорит ой усели здесь а то на улице жарко а я вы знаете что вспомнила а я вот думаю куда делся этот кондиционер который переносной кстати очень удобная вещь между прочим а на урал уралочка я помню говорила о том что он будет как раз таки у них а в этом на даче я что-то если честно не видела чтобы у них там не знаю может быть у них работает может быть они его куда-то поставили может быть я его не видела ребят понятия не имею но мне кажется что они его туда еще пока не перевозили напишите мне в комментариях видел его кто-то на даче если кто-то не уверен писать не надо то некоторые как начнут написывать сами знать ничего не знают начнут писать вот но это как правило видимо пишут уралки на хомяки которые пишут знаете лишь бы что-то спровоцировать что-то какую-то фигню наговорить далее далее друзья мои уралочка говорит ой ну что сделать будем сегодня есть мяско с макаронами такие макароны по-флёцкий что сделаешь ребенок хочет макароны ребята как интересно то есть вчера друзья мои наша зожница пепешница она значит кричала будет только мясо с овощами ну а сегодня а сегодня значит будет мясо жирное да еще друзья мои да потому что она само по себе там было с каким-то жиром какой-то вообще какие-то непонятные куски там было что то чем-то когда она нарезала все это дело квадратника вот этими кубиками это выглядело со стороны как-то очень интересно плюс она все это готовила в огромном количестве топленого масла ребят скажите куда столько масла куда столько ей это все категорически нельзя и говорит макароны ну да действительно и макароны то есть вчера картошку сарафану было нельзя а сегодня для обдушки будут макарон ребят а я вот не верю что для обдушки вот честно не верю от слова совсем мое мнение что это все будет конечно же для уралки естественно она говорит смотрите смотрите вот из вчерашнего мяса вот говорит я обрезала все кости и получился начинает трясти перед нашим носом получился целый мешок мяса ребят ну на самом деле не мешок а маленький такой знаете мешочек маленький уралка на ваши полтора зуба если только какой там мешок но что-то смешишь но опять же я прекрасно понимаю что там вот этих вот костей всего остального было очень много ну вот такие вот они выбрали куски зачем если честно мне не понятно далее ребята уралочка трясет своими крыльями во всей красе я смотрю ей там пишут по поводу того что значит можно было бы как-то и руки прикрывать все без толку потому что я два года уралочки говорила про то что надо ей одевать да какую-нибудь одежду надевать что-нибудь рукав должен быть хотя бы как минимум три четверти об этом два года говорил уже мои зрители все это запомнили я больше такого и даже не говорю потому что она все равно как трясла своими крыльями так и трясет и там знаете вот эти моменты когда она там склонилась над этой сковородкой это конечно выглядело со стороны ужасно вот эти вот крылья болтыхались у нее в разные стороны он ее начал снимать снимает одну ее голову вот этот вот горб сзади да вот этот вот вдовий горбик холмик или как его еще там по-другому называют и вот она знаете просто какой-то просто какая-то огромная гора вот на нее посмотришь и честно становится странно страшно далее уралочка говорит ой ну что ну что вот обдугани попросил а он ее попросил по моему кусочек мяска она ему говорит ты смотри сильно то не наедайся а то обедать не будешь любят ребята я просто в шоке если честно вы представляете да то есть ей стало жалко жаба душит не дай бог он сейчас съест пару кусочков мяса им останется достанется меньше это вот как ситуация с дуни точно такая же ситуация что вот дуни они побоялись дать какой-то лишний кусочек да что здесь с обдушкой тоже самое но друзья мои по крайней мере сейчас на самом деле конечно уралочка счастлива сейчас мы с вами к этому моменту обязательно перейдем далее уралочка говорит ну что завтра повезем обдугани конечно уралка довольна уралка скажет наконец-то мы за полтора года с сарафаном останемся доедине банька 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 пела и плясала в песне было по-другому это свадьба пела и плясала да но здесь будет банька 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 пела и плясала а в банке было двое нас Ребят, я валяюсь. Ну, честно, мне смешно. По той простой причине я представляю, как счастлива Уралка, что вчера уже выпендерла вот этого вот обдушку из дома, и обдушка уже, как говорится, свинтил, свалил, и, в общем-то, да. Кстати, по поводу обдушки. Уралочка сказала, нас с вами, конечно же, послушала, нас с вами, конечно же, почитала. Друзья мои, проштудировала от и до, от сих и до сих, и говорит. Вы там не перезевайте, да, а то мы очень переживаем. Ночей не спим, это, знаете, как мне, да, да. Всем подарки достались, а кому не подарки, тому деньги. Ой, я-то хотела маме Сафара купить платок, но Сафарчик сказал, лучше дать деньгами, а то вдруг ей платок не понравится. Оба-на, глядите, яка царыца, друзья мои, нарисовалась кишлачная, да. Вдруг ей платок не понравится, а как она всякую хрень Уралке типа отправляла, значит, Уралке эта хрень должна понравиться, да. Во-первых, начиная с сарафана, заканчивая обдушкой, ну так, на минуточку, да, то есть Уралка должна прыгать, друзья мои, до потолка от счастья. Ой, счастье-то привалило. Уралка, да, поимела Абдугани и сарафана. Ну, поимела в том смысле, что они с ней живут. Ну и вообще, то есть, когда она, значит, ей отправляет всякую фигню, типа мама сарафана ей отправляла там какой-то платок, какие-то там специи, то, друзья мои, не факт, что что-то там отправили. Ну, может быть, конечно, нет, что-то привозили, опять же, ну, что бы там они ей привозили, передавали. А тут сразу денюжки им подавай. Я смотрю, там кишлачные, знаете, такие прямо все наглые. Ну, опять же, в кого наглый Абдужка? Наглый в своего папаню. Папаня сарафан в кого такой невоспитанный и наглый? Конечно, в своих родителей, которые его ничему не научили. Ребят, ну, чему могут научить родители, да, то есть, что могли? Вот сарафан постоянно, вот почему я вчера сказала, да, по поводу сестры, я говорю, как можно было не приехать к сестре на свадьбу? Как? Родственные связи – это самое святое, что может быть в жизни. И не важно, что у них, допустим, там большая разница, да, не важно, что сарафан уехал давным-давно в Россию, да, хотя многие не верят, что он ехал 19 лет, живет в России и так далее, а сестра росла там, и он там приезжал там раз в пятилетку, раз там в три года и так далее. Дело не в этом, дело в другом. Он же рассказывал, папа воспитывал, папа нам говорил, странно, чему вас папа воспитывал, когда ты факи в прямом эфире показывал, когда ты оскорблял людей, сидя под бабкиной юбкой, да, людей, граждан страны, в которую ты приехал за лучшую жизнь. Скажите, о каком воспитании вообще может идти речь? Правильно я говорила, с самого первого дня не было там никакого воспитания ни у сарафана, ни у его родителей, никакого невоспитания, ни так-то ничего даже близко не было. И что хочу сказать, ребят, по поводу вот вообще всей семьи, то есть если там даже нет такого понятия, да, что семья – это святое, это самое родное, самое близкое, о чем вообще можно говорить? О чем, да? Я говорю, я бы поняла, если бы где-то он там там служил, или где-то он там бы находился, или работал, где вот все, никак даже не обсуждается, не поедешь, но он сидит дома и не может приехать на свадьбу, понимаете? В нормальных семьях, ну вот, так бы не поступили, но он сидит. Опять же, сидит, потому что правильно, потому что боится приехать туда и боится, что обратно его могут не пустить. В общем, ладно, фиг с ним, с этим Сарафаном, как говорится, бог ему судья, пусть они там как хотят, в своей этой семейке кишлачной разбираются и так далее. Но я хочу сказать, что там семейка такая, знаете, не лыком шита. Такие все продуманы, такие все хитрожопые, денежки подавай, а то вдруг Уралка отправит какой-нибудь сраный платок, который мамаша Сарафана не понравится. А ничего, что его мать Уралке отправляла там специи, да, и какие-то там платки, которые Уралке тоже могли не понравиться, которые Уралка иногда там что-то накидывала и кричала, что это мать Сарафана ей передала. Ну, честно, даже смешно. Далее, далее Уралочка говорит, ой, а мы-то вчера приехали, вот всего наготовили, а совсем чуть-чуть только поели, ну, поели там йогурт, поели и все, и мясо все сюда привезли, и у нас все осталось. Уралочка хочет показать, что они стали малоежками и по вечерам абсолютно ничего не едят. Такие зожники-ппшники. А мы, ребята, с вами, конечно же, верим. Ну, а далее, друзья мои, конечно же, Уралка не могла промолчать и не вспомнить вместе с Сарафаном, уверена, что это у них была такая ситуация, которую, да, они решили проговорить. Я к тому, что... Ребята, немножко приболело, извините. Так вот, я к тому, что... Вот она говорит, ой, там придумывают про нас, врут, сочиняют там, да, там и про квартиры, и про то, и про сё, и так далее. Уралка, ну, давай начнем с того, что, во-первых, дровишки в костер подкидываете именно вы. Это во-первых. Что касается сочиняют, врут и так далее, мы всегда говорим, что это наше... Вот я всегда говорю, да, это мое мнение. Пишите, что думаете вы по этому поводу, да, когда мне начинают писать, это стопроцентная правда, я всегда говорю, покажите документ. Вот когда будет документ, тогда можно будет сказать, что это вот стопроцентная, действительно такая вот правда, да, опять же, нет. Что-то может быть, да, а что-то может быть, нет. Но в любом случае, ребята, согласитесь, кто всегда вообще показывает все эти ситуации? Если бы Уралка с Сарафаном нам эти ситуации не показывали, мы бы с вами и знать про них не знали, и ни о чем бы даже не говорили. Уралка, ты знаешь, когда ты говоришь про то, что кто-то там коверкает информацию, чья бы мычала, твоя бы точно молчала. Вы так с Сарафаном заврались? Просто нет слов. Вы прям реально заврались. Вы прямо, вас ловят на лжи каждый божий день. Ребята, когда она сегодня сказала о том, что, ой, ну у нас-то хороших людей, и зрителей намного больше. Уралка, вы с Сарафаном давно заглядывали к себе на YouTube в комментарии? Вы давно туда заходили? Если нет, то зайдите и посмотрите. У вас в комментариях 95% негативных комментариев. И только 5% вашего глупого хомячья. О чем ты пишешь? О чем ты говоришь? Может быть, так было года 2 или 3 тому назад? Но точно не сейчас. 100% друзья мои не сейчас. Ладно, Уралка счастлива, довольна, обдушку сплавили, отправили, гуляй, рванина, до последнего рубля. Обдушка, конечно, в шоке. Обдушка, наверное, уезжал со слезами на глазах, прощался с Бобиком, друзья мои, целовал его, обнимал. Уж не знаю, потащил ли его с собой туда в кишлак. Если потащил, то будет где-нибудь ныкать его подальше, чтобы кишлачные родственники этого Боблика, Боблика, Бобика, друзья мои, не растрепали в разные стороны. Может быть, здесь куда-то спрятал от батьки и от бабуси. Так, чтобы тоже никто из них не покусился на этого Бобика. Что касается Сарафана. Ребят, читаю комментарии по поводу того, что, ой, это знаете, это вот не он построил, курятник и так далее. Вы так говорите, интересно. Вообще-то, об этом я говорила еще два года тому назад. Когда всякий раз, когда надо было что-то строить, что-то делать, всякий раз Сарафан приглашал. то помните там какого-то там тоже своего там земляка, там папу, там каких-то там дочек, которым они якобы там в рассрочку отдали там первую машину, то значит строилку и так далее. То есть это было понятно с самого начала. Я еще тогда говорила два года тому назад и год тому назад, что Сарафан сам ничего делать не умеет. Я уже миллион раз это объясняла, и вот сейчас некоторые пишут, а представляете, это скорее всего не он строил. Так это было понятно с самого начала. Я же не просто так говорю, что он палец о палец ударить не может, что у него две руки и обе левые. Он ничего не умеет. Это понятно с самого начала. Он даже тяпку в руках держать не умеет. О чем вы говорите? Он вообще ничего не умеет. Он вот такой вот мужик, вот такой мужик сам по себе. Кто-то пишет комментарии, друзья мои, на канале Уралочки. Оля, не обращайте внимания на фантазеров. Вы очень интересные и приятные люди. Ну да уж, действительно. Куда нам до этих врунов и фантазеров, до Уралки и Сарафана? Кто-то написал «Дай Бог вам здоровья, Оленька! Вы приятная, нежная женщина!» Ребята, я когда увидела сегодня ее возле вот этих вот сковородок, когда он снимал ее в профиль, когда ее крылья тряслись, как, знаете, холодец, когда у нее вот эта вот, знаете, голова вот с этой шеей, вот с этим вот этим горбом, с этой холкой, тряслась, и она была как этот, знаете, какой-то вот просто человек-гора. Какая нежная женщина, какая приятная женщина. Боже, что вы пишете? Что вы пишете? Вам не стыдно вот этот бред писать? Вот мне просто интересно. Я вот читаю, ребят, порой эти комментарии, думаю, боже, вот вы вообще считаете, что все кругом дураки? Мне просто интересно. Ну, видимо, да. Кто-то пишет, друзья мои, не кто-то, а некая Ирина Досаева, ребят, написала комментарии. Представляете, люди, вы зачем пишете такие комментарии? Идеальные вы наши. Лучше на себя в зеркало посмотрите. Оля, очень красивая женщина. Вы, наверное, завидуете. Ирина Досаева, ну, если ты настолько ущербная и страшная, что для тебя Оля красивая женщина, и ты ей завидуешь, то не надо перекладывать свои комплексы со своих плечей, да, со своих плеч на плечи других нормальных, адекватных людей. Вообще, свои комплексы перекладывать на других людей не надо. Ей никто в здравом уме, в твердой памяти позавидовать не может. Если только человек, который весит 300 или 400 кг. Досаева, если ты весишь 300 килограмм или 400, да, то, ну, мы тебе сочувствуем. Мы тебе сочувствуем. Бери себя Досаева в руки. Но, Досаева, ты точно проверь голову. А еще проверь, пожалуйста, обязательно зрение, потому что я думаю, что у тебя там точно стопроцентные проблемы. Ты знаешь, это ужасно. Это действительно ужасно. И посмотри еще раз в зеркало. А еще потом посмотри на Уралку. И никакого отношения к красивым женщинам она точно абсолютно не имеет. Абсолютно никакого. Ни душой она некрасива, ни телом. Ребят, ладно, вот такой у меня сегодня получился обзор. Это что-то с чем-то. Я смотрю на нее, вы знаете, Уралка, мне кажется, уже не знает, что ей сделать. Уралка, кстати, ты вот начинаешь тут вспоминать за какие-то там квартирки. Опять же, вы сами подкидывали дровишек в костер. А что молчишь про рекламу? Белорусского интернет-магазина. Мне просто интересно. А что вы замолчали то с Сарафаном? А что вы, как в прошлый раз-то, не сказали, а нам деньги оставили? Помните, когда Великорос заставил их убрать рекламу? Они довольные были, что они им оставили деньги. А я сказала, придурки, вы же стали нерукопожатные. Вам же показали, что с вами иметь дело не хотят. Вас просто выкинули вон тогда люди молодцы. А что ж ты сейчас молчишь? Сказать нечего. Сказать нечего, Уралка. Поэтому и стали разводить людей на бабки криптовалютой в телеге. Об этом был мой сегодняшний первый ролик. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Ребятки, всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Жду ваши комментарии на Ютубе. Всех целую.